Следующие документы при бою придётся искать в Припяти. Кроме того, где-то в лесу на радаре рухнул вертолёт с учёными. Его придётся тоже обследовать. Не забывайте лайкать прохождение, ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Здравствуйте, я Коксакер. Так, ну чё, поехали на радар, да? Так, нам надо сейчас, значит, исследовать место крушения и найти документ UHC-фи, но это уже в Припяти. На Припяти, я думаю, мы дойдём. Да что ты глохнешь-то всё время и назад едешь? Что-то дура, что ли? Что-то не так с моим запорожцем, в прошлой серии он себя нормально вёл, сейчас я кое-как вот это вот всё проехал. Так, мне интересно, тут переход вообще есть, а то его что-то на карте не отмечается. Так, подожди, 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 какой-то челик, какой-то челик. А, это Васька Дог, Монолит. Слышь, куда он идёт, смотри. Да остановись, тупая машина! Она ни в какую не останавливается. Бред полный. Ай, в жопу эти машины, короче. На, поголовите. Итак, я на радаре и уже слышу какую-то перестрелку. Так, куча трупов и один друг, это военный. Что ж, хорошо, каплю нашёл, подствольные гранаты нашёл тут, кстати, да, тоже пригодится. Вертолётик пролетел, аптечки забираем. Аптечку мне, кстати, да, очень мало, опять же. Браток, что ты тут делаешь? Зачем ты всех перебил? Тут куча военных, куча Монолитовцев погибло. Ну, мне, в принципе, как-то по мете я чисто сюда пришёл. Это патроны пособирать, да. О, кстати, тут есть абакенчик с глушителем. Не, ну, такую сасу я хочу, да. Ляк какой, ты посмотри. Ну-ка, звук. Да, прикольно. Блин, абакенчик крутой, мне нравится. Давай пока с абаканом походим, а то что-то я всё с винторезом до винторезом. Абакан, вон сколько патронов, надо разгружать. Гулял тут Монолитовец, я его пришил. Снайперок тут должен быть. Уже нету. И ещё один где-то отмечается, Монолитовец. Это был не Монолитовец, а вот это уже Монолитовцы. Нихера он по мне зарядил. Неплохо, это хедшотики раздают, да? Тут у нас ещё комбезики из оригинала есть, Долговские. Я его подберу, но в случае, если мой Монолитовский уже совсем в полную негодность придёт. А я думаю, он придёт к такому состоянию. Ну смотри, комбез Долга идентичен комбезу Монолита, кроме двух характеристик. Электрошок и разрыв. Разрыв больше в костюме Долга, но Электрошок больше в костюме Монолита и меньше в костюме Долга. Да, интересно. Но разрыв мне пока что не очень нужен, меня разве кто-то разрывает? Да, тут вон бывают нападения в виде вот таких вот собачек, но они мне ничего не сделают. Так, тут зомби отмечаются где-то. Найти руководителя группы учёных. А, так без Б. Я просто подошёл к вертолёту и вот всё исследовал. А где зомби эти, я не знаю. Да и знать как-то не очень охота. Там опять какая-то стрельба непонятная. Я немножечко помогу тем, кто стреляется с Монолитовцами. А, по-моему, это были свои, я по ним стрелял. Спасти учёного задача выполнено. В смысле? Кого я тут спас? Тут одни Долговцы. Так, а кого я тут должен осмотреть? Непонятно. Или я просто должен был прийти сюда? Но, короче, учёным хана, да. А вот, смотри, есть флешка учёного. Да, посмотрим, что в ней. Боже мой, военный вертолёт, который летел прикрыть нас, разбился. Где-то на армейских складах, кажется. Проклятые свободовцы. Негодяи. Теперь нам тяжко придётся. Монолитовцы окружают. Похоже, нам конец. Может, кто-нибудь всё же придёт на помощь? Проклятие. Моё радио сломано. Все товарищи погибли. А в одиночку из этого мерзкого леса не выбраться. Я слышу странные голоса. Они не похожи на голоса бойцов Монолита. И вообще на человеческие. Но зато он у меня. Я нашёл его. Тот самый артефакт. Боже, как он прекрасен. Чё, ты меня надул, по-моему, братан? Нет тут нихрена. Но больше заданий с учёным связанных нет. Поэтому забьём на всё это дело. И просто спокойненько пройдём в Припять. Залутав при этом тут всех монолитовцев. Раненый. Долговцы красавчики. Развалили тут всех. За это вам, конечно, респект. А, они тут и свободу успели разложить. КПС. Ну, слушай, свобода. Я это самое, полутал бы ваши патрончики, да. На самом деле, лучше бы развалили долговцев. Потому что, ну, опять же, никакого хейта в сторону долга. Или наоборот, свободы. Просто, если бы убили долг, я бы поимел кучу патронов. 939-й квинторезовый. Интересно мне важнее, чем G36. Поэтому, вот, мне было бы выгоднее, если бы убирали долговцы. Ну, ладно. Так, там впереди, смотри, идут додики. На, минус один. На, минус два. Остальные что-то разбежались. Чё-то как-то странно. Когда Абакан себя ведёт в бою, смотрите, как у меня прицел просто разносит. Вот, присмотритесь. Он его просто в разные стороны кидает. Вот, типа, знаете, не пули в разные стороны разбрасываются, а вот именно мой прицел. Это как-то странно. И всрато. Так, ну ладно, переходим в Припять. Найти пропавшую группу спецназа ДЗ-32. Новое задание у меня появилось. Да заткните лицо. У нас потерян контакт с группой спецназа ДЗ-32. Наверное, домашнее задание, какое-нибудь там упражнение по Матеши-32. Армии Украины. Необходимо разыскать их, пусть они тебе доложат результаты рекогницировки. Возможно, сейчас они где-то в Припяти, но мы надеемся, что они смогли добраться до территории атомной станции и ещё живы. Мы уже столько хороших солдат потеряли, нужно наконец остановить это безумие. Как только найдёшь эту группу, её командир даст тебе дальнейшие указания. Я догадываюсь, о какой группе идёт речь. Наверное, вот тут вот вертолёт где-то, да, вот этот вот. И там военные валяются, вот это вся ваша группа. Опять трупы искать, ну ладно. Правда, будут мешать, но че-то поделать. Пососи-ка, пожалуйста. Офигеть, у неё здоровье сняс. Опа, тут у нас зомбяк. Готов. Так, и тут впереди свободовцы сражаются. Свободовцы мне враги, поэтому со свободовцами придётся мне тоже расправляться, как и с монолитом. Одного там уже аномалия взяла на себя. А, ещё один тут, лол. Ой, я слышу там звук вертолёта разбитого. Да, жалко, мужиков разбились тупо. Так, но тем временем я уже на месте. Я уже на месте, и как минимум я вижу впереди уже трупы военных и их разбитый вертолёт. Хотя нет, трупы военных я не вижу. Уведёт только разбитый вертолёт, а я ещё слышу бюрера. А ещё тут монолитовцы где-то. А, вон она, чурка эта. Ну вот и всё. А, слышу, военные-то живы? Охереть их это самое. Оживили? Лол. Вы ж мёртвы в оригинале, какого чёрта? Ребятки, я вас нашёл. Выходите, поговорим. Не знаю, никто со мной разговаривать не хочет. Возможно, мне надо проследовать за ними. Так, они с кем-то воюют. Они уже какого-то снайпера сняли непонятного. Куда вы вообще идёте? Вы чё, всё штурмовать собрались? Дудики, что ли? Остановитесь уже где-нибудь, поговорим с вами. А вообще, мне надо в гостиницу, кстати. Это вообще на другой стороне. О, всё, минус один. Да, жалко пацанов. Я надеюсь, вы не пойдёте за ним. Ну, вроде остановились, смотри. Если уж остановились, давайте побазарим. Ну, пожалуйста, нет, идут. Дебилы. Выброс, нужно найти укрытие. Ясно, понятно. Пацаны, давайте, удачи вам. А где мне спрятаться-то? Ёпт, тут нет укрытий нормальных. По мне ещё и стреляют. Не знаю, бегу, куда глаза глядят. О, вот. Стоянка подземная. В ней можно сныкаться по-любому. Правда, тут монолитовцы. А ещё и где-то контролёр существует. А, ну круто, круто. Класс. Через ящики прострелят. Конечно, конечно. Идите на... А, ещё и вылет. Ну, да-да-да. Спасибо. Дамы и господа, рад представить вашему вниманию мой крашнутый сейф. Эм, этим модом, на который теперь не могу отгрузиться. И мне придётся всё заново переигрывать. Зашибись. Спасибо. Короче, так как те педики, группа спецназа, не хотели с вами говорить, я не буду тратить время много. Я пойду просто сразу в гостиницу эту. Скоро выброс, как мы знаем, поэтому надо поторопливаться, напугал. Так, сейчас попробуем зачистить подземку, чтобы даже если нагрянул выброс, я мог спрятаться спокойно именно здесь. Но проблема в том, что я не вижу ни одного босса, но монолитовца. Давай гранату им кинем. А, ну да, повылазили. Повылазили говноеды из ящиков. Ну, конечно, да, крыса. И никого я не убил. Ну, да, да. Минус два. Вот это было красиво, кстати. Получи, тварь. И другу твоему туда же. Да, и конечно, теперь меня будут... Будет бесконечно преследовать этот драный звук контролёра. Ух, мля. Как же меня бомбит-то. Не обращайте внимания, меня так в любом моде может разбомбить. Поэтому давайте просто перезагрузимся, чтобы звук этот долбанный, обдолбанный исчез. Если он не исчезнет, то я рот топтал от ва-мода. Вот и всё, что я могу сказать, как бы, да. Ну, я ясно, рот топтал от ва-мода, звук не исчез. А нам-то на монтаже он вряд ли помешает. Я его там заглушу, либо ещё что-нибудь, а вот мне по ушам бьёт. Либо же где-то ещё один контролёр. Если ещё один, то какого хера? Вон говноед какой-то. Пошёл он. Пососи своей гал с пушкой. Где-то ещё один контролёр. Окей, я понял. Вопрос. Какого хера? Мамкин снайпер. Успокойся. Ага, выброс. Ура, конечно, я его так долго ждал. А, ну да, да. Сноург ещё. Да, и второй. Давай, давай. По одному. Псы позорные. Где там этот говноед с гал с пушкой? Сейчас я вам задам жару. Поешь говна. Что за говно? Почему ты клинишь? Ты своё состояние видела? Шмары на Абакане. Отлично. Так, давай сюда сныкаемся. Тут тоже можно переждать. Фух. Как же меня бомбить, чуваки, блин. Сорян. А, ну. Да, потолок ещё. Побейся. Так, выброс вроде как закончился. А вот где контролёр этот конченый, я не знаю. Так, я внутри гостиницы. Залетаем на второй этаж. И чё? Ищем тут документы. Вот чё. Так, вот комната. Наверное, тут. А, тут армейский бронекостюм, кстати. Давай его заберём. Он получше будет во всём. Но доков тут нету, кстати. Доки не тут, скорее всего. Во мне кто-то шмаляет там. Давай, удачи тебе, друг. Так, ну было сказано, что он прыгнул в лифт, как дебил полный. А где этот лифт? А, нет, не тут, подожди. Где-то тут, короче, этот лифт обдолбанный. И вот в него он спрыгнул. О боже, тут химера. Серьёзно? Здравствуй. Ну чё, такая-то слабая химера. Зомби ещё сюда всякие понабежали. Так, я погуглил. Оказалось, то, что я не туда пришёл. Надо было вот сюда, а не в гостиницу. Я почему-то думал, что в гостинице. Ну, наверное, дебил. О, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, конечно. Да, 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 да. Конечно. Сейчас, когда контролёр на меня напал, на меня нападут и кровосос, и все остальные. Иди сюда. Наконец-то. Наконец-то я убил эту тварь. И вот эту тоже. Но этот говнозвук не прекращается, значит, ещё где-то кто-то есть. Кайф. Просто кайфует. Спасибо, что понапихали контролёров сюда куча. Очень приятно слушать этот оргазм контролёров. Так, ну, короче, где-то здесь нам нужно найти документы. Поднимемся повыше. Нужно как-то в шахту лифта попасть. А, ну вот оно. Вот. Документы ЕАШ-СВ номер один. Документы ЕАШ-СВ категории совершенно секретна. Это заголовок. Ну, посмотрим. 17 февраля в лаборатории Х-16 на Янтаре понадлись новые тела сталкеров. Но не твые. Им нужны были живые, не мёртвые, получается. После этого запроса Дезодора Монолит с помощью чокнутого перевозил тела, перевозил, наверное, тела мёртвых и больных на живых в лабораторию. Местное выражение на грузовиках смерти. Ясно. Так, новое задание. Найти отчёт о мутациях. Разошли отчёт о мутациях номер один. Последний раз находился где-то в тёмной долине. Этот отчёт был создан по материалам генетических экспериментов, проводившихся в НИИ Агропром в 1993-м. Один из его авторов, профессор Круглов. Быть может, эти материалы приоткроете завесу над этими исследованиями и их связью с предметом деятельности ЕАШ-СВ. Как нам стало известно, этот отчёт был найден местными бандитами. После чего мечтно открыл эту лабораторию. Нашедший перепрятал документы в своей хижине. Её ты сможешь найти недалеко там же, в тёмной долине. А-а-а, кайфую, просто мать его кайфую, да. Беготня, моя любимая. Ну а чё вы хотели? История прибоя, фиг ли. Возвращаемся. Так, а пропавшую группу спецназа чё, как искать, не ясно. Давайте снова сходим сюда, посмотрим, оно ли это или нет. Кстати, я перезагрузил игру полностью и звук контролёра исчез, слава богу. А то он меня запарил реально. Так, ну вертолёта ребят нету, ага, зато у вертолёта есть мудак. Так, чуваки, всё, я вроде бы три приплыл, ясно. Они опять зааграны, да на кого вы зааграны, говноеды, мать ваша, пустовар, а чё не самовар? Ты приплыл, да тут кто? Ну вы тут сидели спокойно, чё вам не имётся-то? Сейчас опять в аномалию попадёте и всё. А, боже. А, ну зашибись, минус три тупо. А-а, какие же вы дебилы. Убил я его, успокойтесь, пожалуйста. На кого вы теперь зааграны? На бюрера, боже ж ты мой, берёшь вот так вот, делаешь, всё. Всё, отагрились? Нет, не отагрились. Дауны вы ненасытные, вот всё, что я вас могу сказать. Реально, вот на кого вы зааграны? Блин, я хз, может быть, этот, зачистить базу монолитовцев, потому что, ну, они задолбали аграться, серьёзно. Как я с ними должен поговорить, если они не говорят, они вечно зааграны на кого-то. Так, ночную звезду нашёл. Да, минус военный, зашибись. Но я не буду перезагружаться, пошли они нахер. Эти военные, я их спасал как мог, если чё, да? Ну, я ещё где-то слышу химеру драну или кровососа, кого я там слышу, не знаю. Даже две химеры, зашибись. А, ну да. Нихера себе, пацана, заштырила. Всё, у меня аптечек нет. Я не знаю, как играть, когда нет аптечек, когда нихера нет. Вы понимаете, глупо ругаться на старый мод, но ёб твою медь, имею право. Ну да, говноец ссанный, вот кто, блядь, настраивал в этом моде урон, я не понимаю. Реализм, ахуеть, какой реализм. Просто пи***ц интересно играть, я ебал. Говна поешь, реализм. Сосите жопу. Так, ну эти геи, ладно, тут молятся, их можно вот так вот пощёлкать просто вот. Всё, тут я со всеми расправился, артефакты всякие подбирать не очень хочу. Я начну звезду, так, по приколу подобрал на самом деле. Пойдём вниз. О! На, хватай! Заведующий говноедами, да? А, вот он, Харон. Ну да, с винторезиком, прикольно. А это кто был? Не знаю, какой-то Вадим... Кто-кто-кто, мне показалось, или там Собянин было написано? А, Собачник, ну ладно, одно и то же, в принципе. Документы какие-то. Авария на ЧАЭС номер 3. Я не знаю, их стоит подбирать или нет. Вроде говорили то, что, ну, порядок подбора документов не влияет на сюжет, и, типа, можно подобрать все и не бегать, когда он по локациям, а собирать просто в одном месте несколько документов. Кстати, можете написать в комментариях, как мне делать. Собирать их согласно порядку сюжета, то есть, по порядку. Как вот не буду диктовать квесты, так и собирать. Или же собирать как удобнее, то есть, чтобы потом не бегать. Если что, порядок сбора документов не влияет на сюжет, то есть, он не сломает ничего. Просто, чтобы вы понимали, ну вот сюжет, да, вот меня, допустим... Ну, сначала меня, ладно, мотало, типа, вот так вот, туда-сюда сходил, сюда, там, склады, радар, Припять. А теперь меня из Припяти заставляют в темную долину идти. А куда потом заставят идти? Опять в какую-то жопу. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете. Так, авария на ЧАЭС номер 3. В час... Так, давай сохранимся. В час 23.40 была начата процедура оглушения реактора, возвращения на место всех стержней графита. Включая запасные, которые были извлечены ранее. Неясно, было ли это сделано как экстренная мера, или как обычный метод остановки реактора при завершении эксперимента. Обычно подобные действия проводятся как меры по предотвращению неконтролируемого роста мощности выделяемой энергии реактором. С другой стороны, Анатолий Дятлов, главный инженер на ЧАЭС, в момент аварии не хватает части записи. Ясно, ясно говно. Так, я, в принципе, почти всех убил на базе Монорита, лишь один какой-то челик остался непонятный. А, ну два, ладно. О, колобок, кстати. Разрыв плюс 15, давай возьмем, пригодится такой артефактик, согласны? Пружинку также возьмем. Че она дает? Удар плюс 30, да, это нам надо. Так, ну ХЗ, откуда ты взялся тут, скажи мне? Я хотел сказать то, что военные, скорее всего, отагрились. Я, по крайней мере, очень сильно надеюсь на то, что они отагрились. Поэтому предлагаю, ну, свалить отсюда, короче, предлагаю. Ха, интересный факт, военные пропали без вести. Хер знает, куда их занесло, но знаете что, пошли они в жопу, вот что. Я лучше пойду спокойно дальше в темную долину по заданиям, да. КОНЕЦ КОНЕЦ